Мы живем на помойке, а теперь еще станция депо-сортировочная. Причина – стихийный рынок под окнами. Жители дома по адресу Попова, 64, утверждают, что 10 лет бьются о закрытые двери. Сегодня возмущение и недовольство достигло своего пика. Она сейчас в администрации отправилась, и участкового звонила, он сегодня дежурит на сутках. Он говорит, я не могу. Тут дружненько люди собрались. Так грузовыми контейнерами возят продукцию до Кучаевского рынка. С пятницы по сегодняшний день мы, жители дома нашего, вышли на противостояние с торговцами. Ну, куда уже дело дошло до того, что скоро депо-сортировочное будет у нас. Здесь пригнали контейнер, и уже по счету он четвертый. Сил больше никаких терпеть мы не нашли. Последствия от пребывания торговцев – дискомфорт для жителей дома. Это вытоптанные газоны, это загубленные деревья, потому что полоски и помои выливаются все сюда. Приходят нам во двор сюда и, извините, исправляют нужду. И всем этим мы дышим, и все это мы видим. Мы живем, как на узбекском базаре, у нас летом там вовсю торгуют, ночуют. В жаркие дни окна открыть невозможно на сторону рынка. В 4 часа утра солнце встает и начинается дележка мест, это ругань постоянная, маты, перематы. Вот это неудобство. Дети маленькие, приходится закрывать окна, чтобы не слышать эти маты. По 40 минут от ленты едут люди к нам, к дому, к подъездам, жители наши, потому что кругом пробки. Пославили шлагбаум всего лишь месяц. И сейчас матерят, нас крушат там с той стороны тоже пробки вдоль дома. Жители, говорят, обращались в разные инстанции. И в администрацию Ленинского района, и в правоохранительные ведомства. Причем неоднократно. Отписки все как под копирку идут. Самая глобальная для нас проблема, это, не побоюсь этого слова, рейдерский захват нашей придомовой территории. Судя по публичной кадастровой карте, рынок частично расположен на придомовой территории МКД. Этот факт нам подтвердили и представители администрации Ленинского района. Торговля по улице Попова малая, осуществляется несанкционированная, в том числе частично действительно расположена на придомовой территории дома номер 64 по улице Попова. С целью недопущения торговли на указанных участках администрации района в еженедельном режиме проводятся рейды. Всего с начала текущего года нами было составлено 64 протокола. Все лица были привлечены к административной ответственности. Владельцев транспортных средств и одного контейнера, расположившегося на рынке, уже выявили. Управляющая компания подала иск в суд. Остался еще один. По факту размещенного контейнера в настоящее время на придомовой территории, также нами совместно с сотрудниками отдела полиции, собственник контейнера данного выявлен, управляющая организация готовится искать заявление в суд об обязании собственника демонтировать данный контейнер. Да, рейды проводятся, нарушителей наказывают. Однако в корне проблема не решается, жалуются жильцы многоэтажки. Мы бьемся, мы стучим, мы ходим. Ну, иногда бывает, что руки опускаются, потому что мы безрезультатно ходим. Нас как будто бы не слышат. Дело в том, что администрация Ленинского района говорит, мы со своей стороны делаем все, что мы полномочны делать. Это штрафы, это рейды и все. Так эта территория выглядела 10 лет назад. Жители все же намерены сражаться за перенос рынка и восстановление зеленой зоны придомовой территории. Что касается районной администрации, то, как нам сообщили чиновники, в их силах в рамках действующего законодательства лишь продолжать проводить рейды и акции по сбору мусора. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.